Все смотрят тикток, все смотрят ютуб, но создают ли что-то взамен? Темой сегодняшнего ролика будет культ потребления. Культ потребления как понятие само подразумевает под собой большое потребление и неотдача взамен. То есть, например, человек 20 лет, подросток, смотрит тикток, смотрит ютуб, он весь день этим занимается и ничего не дает взамен. Он ничего не создает, ничего не производит. Это называется культ потребления. Это большая проблема в современном мире. То, что сейчас люди стали больше потреблять, нежели производить. Вообще в этом деле очень важен баланс, чтобы потребление было примерно равно производству. Тогда человечество будет закономерно прогрессировать и расти. Если же какой-то из параметров будет больше, то, соответственно, человечество будет либо быстро расти, либо быстро падать. В прошлом 20 веке был культ создания. Новые технологии, новшества, писатели. Это был век создателей. И сейчас мы пожинаем их правды. Мы так живем, потому что наши предки в 20-м, в 19-м веке создавали много и творили много. Сейчас же, что мы видим? Есть, я согласен, есть много создателей, которые создают какие-то технологии, производят контент. Но количество потребителей несоизмеримо больше. Поколение просто сидит днями и ночами в тиктоке. Они смотрят контент, они потребляют информацию. И они просто сжигают это. Они ничего не дают взамен. Они ничего не производят взамен. И как раз-таки рушится тот самый баланс, про который я вам и говорил. Эти весы, они ломаются. Потребление становится больше, чем производство. Это большая проблема. Это означает, что следующее поколение, а именно 22-й век, 23-й, это будет крах. Следующие века наши дети, они будут пожинать наши плоды. Они будут жить в убытках и жить плохо. Потому что их родители, их прадеды работали плохо. И создавали плохо. Они лишь потребляли и наслаждались. Понимаете, нас это не коснется. Мы, да, мы так и продолжим наслаждаться и потреблять, подчинять плоды наших, в общем-то, прадедов, наших, наших дедов. Но что касается наших предков, им будет не сладко. Друзья, подумайте обязательно, хотите ли вы такого будущего для ваших детей, для ваших потомков. И вообще подумайте, хотите ли вы лишь потреблять и ничего не создавать. Или же вы все-таки хотите что-то внести в этот мир. Привнести что-то новое и как-то его развить. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok